Республиканский онкологический диспансер отмечает сегодня 75-летие. В 1946 году на базе первой городской больницы был создан пункт, со временем превратившийся в целый медицинский комплекс. Сегодня диспансер оказывает специализированную помощь не только жителям республики, но и других регионов. Выявляемость рака на ранней стадии заметно растет благодаря новым методам диагностики. Республиканский онкодиспансер – один из немногих в России, где освоили сцинтиграфию. Радионуклидное исследование костей скелета, почек, легких, печени, щитовидной и молочных желез. В гистологической лаборатории не только устанавливают характерное образование, но и прописывают алгоритм лечения. Очень большое значение имеет персонифицированный так называемый подход, строгая индивидуализация лечения для каждого конкретного пациента. Персонифицированный подход в основе лечения. Тактику и стратегию для каждого пациента определяет мультидисциплинарная комиссия. Онколог, радиолог, химиотерапевт, распоряжение врачей, новейшее оборудование, передовые технологии и мастер-классы в режиме онлайна специалистов идущих клиник. Наши хирурги выполняют сотни операций в год, и каждая по-своему уникальна. Это сосуд, который отводит кровь от головного мозга. Видите, вот в этом месте небольшой дефект. Опухолевый тромб, который был внутри сосуда, мы его удалили и восстановили проходимость сосуда. Все, здесь все у нас хорошо. Несмотря на то, что сегодня онкодиспансеры занимают целый квартал в медицинском городке, вновь встал вопрос о расширении. Необходимость строительства нового шестиэтажного корпуса озвучил в своем послании глава ЧУАШИ Олег Николаев. Это позволит внедрить в работу еще более современные методы. Задумка туда внедрить и поставить, инсталлировать циклотрон с целью производства радиофармпрепаратов, чтобы нигде получать радиофармпрепараты и сразу же использовать. И ПЭТ-КТ-сканер. И что самое главное, мы хотим разместить отделение второго этапа реабилитации, чего нет ни в одном онкологическом диспансере вообще Российской Федерации. Медицина, как никакая другая профессия, требует подвижничества. О жизни и смерти онкологи знают чуть больше, чем все другие люди. Это знание придает им сил, упорство и готовность бороться за каждого пациента. Не до конца, а до победы. Елена Гальперина, Николай Скворцов, Республика.